Привет, что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Кранцева Олеся. Сегодня я расскажу о книге Марии Аксеновой «Знаем ли мы все о классиках мировой литературы?». Мария Аксенова родилась в Москве в 70-х годах. Это российский издатель, общественный деятель, актриса, телеведущая. В свое время очень увлекалась поэзией, математикой и астрономией. Закончила с красным дипломом механико-математический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Затем освоила такие профессии, как издатель, предприниматель. Известно, как автор и ведущая телепередачи «А знают ли русские русские?», на основе которой была издана книга. Автор своей книги «А знаем ли мы все о классиках мировой литературы?» размышляет о том, как заговорить о классической литературе, о том, чтобы не спугнуть современного школьника от серьезных книг. Между строк классики, место предисловия. «Ах, Александр Сергеевич, милый, ну что же вы нам ничего не сказали? О том, как держали, писали, любили. О том, что последнюю осень вы знали». Юрий Шевчук. Классика? А почему ее надо читать? Почему надо употреблять продукт, у которого явно закончился срок годности? Попрошают некоторые современники. И порой сомневаешься, может, и вправду незачем. Конечно, классика просачивается к нам сквозь любые фильтры. Даже те, кто не читал «Горе от ума», легко вернут в разговор свежо предание, а верится с трудом. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Счастливый часов не наблюдают. И другие присказки, на которые разлетелась единственная Грибоевовская пьеса. Она считывает таких цитат более 60. Причем живут они в народной речи уже третье столетие. Но так везет далеко не всем. Большинству книг все же нужен свой Вергилий, свой проводник читательскому сердцу. А если попадется, место Вергилия строго учил к литературе, то так и остается классика, то ли табакеркой из сказки Адоевского, то ли ящиком Пандоры. Стоит себе черный ящик и что-то символизирует. А стоит в неволе лезть, и что-то может быть внутри, непонятно. Возможно, и впрямь насильно мил не будешь. Помогут ли ухищрения педагогов заставить нынешних комиксинтов полюбить Толстого Достоевского? Полюбить не знаю, вот понять – да, а возможно, даже почувствовать их героев. В школе я любила только Лермонтова и Грибоедова. Не нравился их слог, не были понятны переживания их героев. Прошли годы, и жизнь начала сталкивать меня лоб в лоб с персонажами Достоевского. То с бледными Раскольниковыми, считающими, что он право имеет, поскольку он выше других. То с подлинкими Смирдяковыми, а уж банальных ложных и вовсе было хоть отбавляй. В школе же вместо того, чтобы открыть классику, соотнестись со своим опытом и, возможно, найти свои собственные прочтения, мы лишь проходим ее. Или, скорее, она проходит мимо нас. Как же удивительно многозначен русский язык. Помню, моя подруга спросила учителя, почему Анна Каренина обожала сына, рожденного от нелюбимого мужчины, и была абсолютно равнодушна к дочери от Воронского. «Это не главное в романе», – последовал сухой ответ. «В традиционной школе чужда мысль о том, что главное у каждого свое и каждый литературный образ. Читатель строит вместе с автором, и трудно даже сказать, чья роль главнее. Данка и Павел Корчагин. Кто они? Пассионарии или безумцы? Святые или фанатики? Смешон или трагичен Онегин? А Хлестаков? Кто он? Трикстер, хрестоматийный дурачок или поэт, каким показал его Андрей Миронов? У каждого талантливого читателя, как и у актера, свой Хлестаков, свой Раскольников, свой Гамлет. Но если талантливым актерам надо скорее родиться, то читателем можно стать. Нас не учили сопричастности как до творения, а ведь чтение – это всегда сотворчество, сочувствие, сопереживание. Если может развиться душа в человеке, то именно таким образом. Душу не разбудят, готовя концепции, выданные в качестве фастфуда даже самым талантливым учителем. Возможно, вам повезет, и с возрастом вы сами откроете многозначность и глубину книг, казавшихся такими чужими и плоскими в школьные годы. Таких счастливчиков немало, и, надеюсь, благодаря этой книге будет еще больше. Я лично знаю многих людей, переоткрывших классику самостоятельно и с изумлением открывших для себя вместо заученных цитат манящий мир блистательной мысли, яркого юмора и вкусного русского слова. Главное – не упустить те книги, которые жизненно важно прочесть в детстве. Вряд ли кто-то из нас захочет в зрелом возрасте перечитать Майнрида или Жюль Верна. Кстати, точно так же губительна попытка форсировать интерес к чтению, чем, увы, злоупотребляет современная школьная программа. Спору нет. Практически любой школьник поймет стихи Пушкина и Лермонтова. Но вот уже на пьесах Чехова он легко может споткнуться. Что же говорить о Достоевском или Толстом, которых далеко не всегда понимали даже взрослые их современники? Конечно, классики. Поэтому и классики, что в их книгах много этажей. Что-то резонирует с тобой в юности, а понимает другого, приходит с возрастом. И все же, как мне кажется, упору на количество стоит предпочесть качественное чтение. Вот Онегин или герой нашей времени. Мы прилетаем миха на скоростном экспрессе, а сколько остается непонятым, незамеченным. Не каждому же упадает знакомство с комментарием Бонди или Лотмана. А Печорина – это не только лишний человек, но и глубоко национальный характер, значение которого так и не понято должным образом. Это и мелодика стиля, и огромный пласт российской истории 19-го столетия. К тому же мотивы одиночества, отверженности, особенности, понятные любому ребенку. За это бы и уцепиться, и раскрыть эти книги до конца. Но учебное расписание неумолимо – три часа на дно, пару уроков на другое. А ведь американские школьники по несколько месяцев изучают «Моби Дика» или «Над пропастью во ржи». Иногда понять одну единственную книгу намного важнее, чем пройти целый десяток. Главное обучение – не запомнить цвет ленточек, которым перевязывал пачки денег Федора Павловича Карамазова. И не докапываться до отчества Татьяны Лариной, а помочь ребенку сформировать свой взгляд, свое видение. И не бояться, если позиция читателя не совпадет с авторской, что тоже бывает с тоже рядом. Не стоит вслед за толстым бросать лицо Наташи Росту и презрительно обабилась, и, найдя счастливое замужество и материнство. И вряд ли Лев Николаевич должен быть здесь непререкаем авторитетом. И тут мы подходим к еще одной невероятно важной проблеме – несовпадении Творца и Творения, личности Творца с неизбежными особенностями и духа его произведений. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Я бы посоветовал прочитать эту книгу тем, кто восторгается классиками мировой литературы. Чем книга показалась полезной? Так это тем, что под одной обложкой собрана масса компактных биографий, известных или очень известных авторов. При чтении успеваешь сравнить биографию разных людей и понять, что ничто человеческое им не чуждо, что помимо писательства практически у каждого из них было и другое занятие в жизни, порой более важное, нежели написание литературных произведений. Знаем мы ли мы все о классиках мировой литературы? Конечно, нет, но прочитав эту книгу, вы откроете для себя много интересного из биографий знаменитых писателей. Очень интересная книга, рекомендую для легкого чтения. Книга содержит множество интереснейшей информации о писателе-классиках, как российских, так и мировых. В частности, подробным образом раскрывается тема писателей на войне, причем имеется в виду войны, начиная с Наполеоновской и заканчивая Второй мировой. Мне кажется, биография любимых писателей – это то, что всегда притягательно и интересно. Знания их жизни обогащают восприятие их воспроизведения. Например, тот факт, что Агата Кристи была медсестрой, каким-то образом ценен, мне думается, для читателей ее книг, да и вообще для культурного человека. А подобных фактов и историй в книге Марии Аксенов собрано невероятно много. Помните мучение Пушкинского Сальерия, открывшее, что создатель Ватикана мог таки быть убийцей? И гений парадоксов друг. Гений впрямо может быть другом парадокса в своей биографии. Как только писателя подчисляют к сону классика, происходит небожественное чудо. Живой человек и заменяет икона в виде портрета в кабинете литературы. А все, что не укладывается в канон, как будто стирается ластиком из его биографии. А не укладывается не так уж мало. Вот тот же Пушкин. Солнце русской поэзии в жизни было сердцеедом, разрушившим многое жество женских судеб, а в личной переписке порой и пошликом. Можно умиляться смелым отрывком из недавно введенного в школьную программу «Лето Господня» Ивана Шмелева. Но как забыть о том, что одновременно с этой книгой он писал пламенные воды в поддержку Гитлера? Порой, изучая жизнь того или иного классика, приходишь в изумление и начинаешь вопрошать. Как человек с такими неизменными наклонностями мог написать стихи, полные неземной мудрости и красоты? Разве могла легендарная в своей пошлости строчка Пушкинской в дневнике об Ане Керн и «Я помню чудные мгновения» выйти из-под одного пера, а с другой стороны? Может ли, не имеющий сомнений, не допускающий ошибок, не знающий душевной боли господин совершенства, написать живую книгу, резонирующую с нашими сомнениями, метаниями и болью? Не родственны ли муки творчества и муки борьбы добра и зла внутри самого автора? В школе обходят эти трудности, предлагая детям удобный миф, хрестоматийный глянец вместо живого человека. Возможно, это вынужден необходимый обман, но может ли вообще обучение основываться на обмане? Порой, кажется, скорее обратное. Нет лучшего способа спровоцировать про взрослых считываться в классику, чем раскрыть перед ними всю корзину с грязным бельем, выстоя у Гоголя, Некрофилом, Достоевского и Булгакова, наркоманами. Надеюсь, вся сумела пройти между Сцилой и Харибдой, не подавшись ни одной из этих крайностей. Да, здесь есть немало, не слишком глянцевых подробностей из биографии русских классиков. Вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с их тела гранитно-чугунной шинель официозной иконы. Тот же Пушкин был хорошим другом. Не слишком симпатичный быту Гоголь может тронуть своим глубоким и искренним интересным к духовным вопросам. Снимите маску циника Слермонтова и обнаружите искреннего, отважного и бесконечно одинокого человека. Когда писатели становятся гораздо более живыми, чем на страницах учебников, то и их позитивные качества обретают большую ценность. Эта книга, раскрывающая не слишком известные страницы жизни многих классиков, прямой путь к открытию. Открывая книги, мы открываем их создателей, а вместе с ними время, эпоху, а в конечном итоге и самих себя. Лев Толстой, как зеркало русской революции. В одном Ленин не так уж и не прав, ибо русская литература действительно зеркало, в котором мы видим отражение мечущейся, бунтующей, беспощадной в своей тоске русской души, уже которые столетия выкрашающей, кто виноват и что делать. Вот она, настоящая магия литературы, не пассивное заглатывание страниц, не зубрежка, не копание в цитатах. Здравствуй, Борхе, с садом расходящихся тропок, на перекрестках которых возможны любые встречи, а любой герой неизменно оказывается зеркалом, отражающим какую часть тебя самого. Жаль, что по этому саду так мало хороших путеводителей, которые будят фантазию и желание сотворчества. Такие книги есть, только появляются они крайне редко. У прошлого поколения была родная речь Вайлия Гениса. Надеюсь, и эта книга послужит той же цели, и русская классика приобретет для вас новое, неожиданное послевкусие, как модно сегодня писать в околокнижных блогах. С перчинкой ли оно будет, с цитрусовыми привкусами или с изюминкой, уже не важно. Важен интерес и желание попробовать еще. А такое желание появится непременно. Жизнь в озер Мухтара. Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Мало кто помнит, что эти знаменитые строки Пушкина написаны в связи с трагически короткой жизнью и страшной гибелью Александра Сергеевича Грибоедова. Пожалуй, большинство современников Грибоеда известны лишь как автора «Курия Тума». Однако он был не только талантливым драматургом, поэтом и журналистом, но и ярким композитором. И все же главным делом жизни этого человека являлась служба в коллегии иностранных дел. Как дипломат Грибоедов имеет немалые заслуги перед Россией. Он и погиб, исполняя свой профессиональный долг в Персии. Был Александру Сергеевичу всего 34 года. Смерть российского посланника до сих пор окутана тайной. Впрочем, загадок, связанных с жизнью Грибоедова, предостаточно. И начинаются они с момента его рождения. Сам он в послужных списках указывал то 1795, то 1793 год, а позже только 1790 год. Последняя дата означает, что Грибоедов появился на свет за два года до замужества матери, то есть был несконорожденным сыном. Мать Настасья Федоровна, богатая и помещица весьма крутого нрава, к занятиям сына литературы относилась весьма недобрительно. Официальный отец Сергей Иванович с семьей не жил, проводил время в собственной деревушке за карточной игрой. О нем Грибоедов не упоминает ни разу. Кто был настоящим отцом, неизвестно. Александр получил превосходное домашнее образование, учился в московском благородном университетском пансионе, такого, как он, сегодня назвали бы вундеркендом. В московский университет Грибоедов поступил 11 лет от роду. Причем в науке ребенок постигал сразу на трех факультетах – словесном, юридическом и физико-математическом. Всех писателей, а их 165, автор размещает в пяти главах. В первой главе проливается свет на историю семейства Отючевых, а вот о Тургеневых автор размещает во второй главе о разведчиках и шпионах. Много страниц посвящено писателям-фронтовикам, которым, к сожалению, в школьной программе уделяется очень мало времени. Взять книгу можно в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали книги Марии Аксеновой? Делитесь отзывами в наших комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok